всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия как обещала вам ну и в первую очередь себе начинаю я эксперимент по тестированию фитоламп но для начала я вам покажу как я обустроила место вот как вы видите у меня получился такой огромный огромный тут у меня три стола вместе сложены я их соединила и какую-то часть я перенесла рассады сюда вот установили мы с мужем фитолампы и посмотрите как вот у нас все получилось вот то есть на длину я их сделала 60 сантиметров по-моему он не сделал их вот от растений и вы знаете я поразилась что когда стала расставлять вот все до растения муж мне говорит это что у тебя по краям то вообще света не будет я говорю я ему включила и показала вот вы посмотрите на стене видно вот насколько еще падает цвет то есть вот вот видите видите вот моя рука еще вот столько раз все вот здесь уже пошел у меня свет от растения стеллажа с люмками то есть вот еще еще можно подставить сюда и еще будет падать свет вот я поразилась насколько большой угол распространения этого света мне казалось что вот как то вот я бы не то что казалась я боялась того что вот он будет именно вот так вот сюда прямо и все по краям ничего не будет задевать но как вы видите друзья угол распространения света вообще большой то есть по ширине они у меня и так получается столы я поставила вот так вот по горизонтали не так а вот так вот чтобы получается больше места было вот и у меня ну не все конечно поместилось петуния в первую очередь сюда поставила потому что как-то пускай и они побалуют себя с цветом и еще мне даже понравилось то что у меня теперь чуть-чуть света падает на подоконник то есть даже моим орхидеям и его будет доставать вот наверное все-таки можно будет поднять занавесочку чтобы на них тоже потому что видите там видно что он и туда падает этот свет отражается на подоконник так что орхидейки мои тоже побалуются данным светом световым спектром ну и сейчас вам покажу что я приготовила а приготовила я три вот таких вот лоточка здесь одинаковые растения на одинаковой стадии роста то есть посмотрите это у меня три пиларгонии которые я посадила из семян это три эустомы которые тоже также я посадила из семян это три петуньи и три примулы да по 2 здесь вот красавицы в одном стаканчике в общем получается у каждого из них свой своя стадия роста эустома как вы знаете она туго 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 сидит потом начинает расти примылка вот я только недавно ее сюда распикировала вот ей нужно тоже нарасти и приводить себя как говорится нарастать свою массу в порядок так и петуньи вот тоже также она у меня в одинаковом состоянии все они тоже у меня вот одинаковые то есть это 44 44 так 44 петуньи я тоже взяла одну и ту же где она у меня где тут подписано 31 31 по моему да я да 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 в общем все они у меня одинаковые все постарались это 46 вот так что это чтоб вы мало ли мне там может скажете у вас разные растения там так и так далее и тому подобное но я делаю это в первую очередь друзья для себя я хочу сравнить чтобы вот именно что муж не пожалел своих затратах вот потому что для меня это тоже интересно значит вот этот будет лоточек стоять на окне этот будет лоточек стоять на стеллаже под люмиками на 36 36 ватный обычный люминесцентные лампы а вот этот вот уже будет контейнер стоять на стеллаже с фитолампой посмотрим раз в неделю я буду замерять фотографировать или хоть несколько секунд снимать потом в одно видео сделаю как и что и и вам показать и и себя успокоить и я хочу радоваться я именно хочу именно результат радости посмотреть получить что он есть он будет вот так что вот друзья вот эти вот три лоточка пойдут сейчас у нас под разные места пускай они на меня не обижаются конечно цветки самицветики но что делать куда деваться всем их иногда чем-то жертвуем итак друзья первый у нас лоточек стоит под люмиками на своем месте второй лоточек стоит на окне ну и третий лоточек занял свое место под фитолампами так друзья пожелаю себе и растениям удачи в начале эксперимента спасибо за внимание если было полезно желаете видеть результат подписывайтесь на мой канал будем с вами дальше следить за нашими экспериментами